Ну что, всех приветствую! Доброе утро всем, кто присоединился! Я всегда говорю, семеро одного не ждут, и нужно всегда действовать по плану. Кому надо, тот подтянется. Меня зовут Лилия Донскова. Я рада с вами познакомиться, кто первый раз зашел. И приветствую наших партнеров. Сегодня у нас стартует третья неделя нашего каталога. Как вы знаете, он всего идет три недели. Это очень быстро пролетает время. Поэтому очень важно составить план действий и каждую неделю делать срез. То есть, если вы занимаетесь каким-то бизнесом, неважно, с нами вы в команде, или у вас есть свое какое-то дело, то самое важное условие, чтобы было развитие, пошла движуха на результат, это ставить план и постоянно отслеживать, что происходит, и анализировать, что дает хороший результат, а что не дает. Чтобы не тратить свое время впустую. И сегодня мы немножечко поговорим о размахе, масштабе сетевого маркетинга. Потому что я уверена, что многие люди к сетевому маркетингу относятся как минимум равнодушно, и как максимум негативно. И есть небольшое количество людей, но их становится каждым годом больше и больше, которые начинают понимать, что сетевой маркетинг – это возможность изменить свою жизнь к лучшему. Вроде такая заезженная фраза, ребят, но если на чистоту, скажите, кто бы хотел улучшить уровень своей жизни, чтобы вырос доход хотя бы в два раза, поменять жилье, переехать в лучшую квартиру. То есть, да, я всегда себя спрашиваю и с людьми, с кем разговариваю, говорю, у тебя есть где жить? Людя говорит, есть. Я говорю, а это жилье твоей мечты? Людя говорит, нет. Я говорю, а почему ты живешь в этом жилье, если ты хочешь жить в другом месте? А они говорят, а как? На что хватило, то и купили. Опять же, если у вас есть машина, скажите, это машина вашей мечты? Если нет, то почему вы сидите и ничего не делаете? И вот меня все время спрашивают, откуда столько энергии и столько постоянной движухи и изменений в жизни? А все вот идет от мечт, все идет от мечт, от желания, от того, что хочется улучшать свою жизнь. И самое важное, что я четко понимаю вот эту взаимосвязь. Чем лучше живем мы, тем лучше живет наше окружение. Потому что, если вы помните вот эту психологию, возьмите самых близких своих пять товарищей, самых близких, с кем вы чаще всего общаетесь, сложите, да, ну, посмотрите, сколько они зарабатывают, и ваш доход будет примерно средний между ними. То есть, если средний разделить на пятерых, сложить все и разделить на пятерых, то у вас будет примерно такой доход. И вот представьте, вы начинаете зарабатывать больше, соответственно, ваше окружение тоже поднимается. Это первое. Второе, когда есть больше возможностей лично, да, для себя, закрываются разные вопросы, которые тормозят жизни, да, вопросы элементарные. Вот я могу сказать, что я, когда пришла в сетевой маркетинг, у меня был элементарный вопрос, не решен с сапогами. То есть, да, надо было покупать новые сапоги, а не было денег. У кого такие ситуации в жизни были? Мне кажется, практически у любого человека. Так вот, любые вопросы нужно решать. Согласны? И если сидеть на месте, прижав попу к дивану, то ничего меняться не будет, однозначно. Привет. Привет, Валентин. Кстати, Валентин – это человек, который меня пригласил в сетевой маркетинг. Благодаря ему у меня такие изменения в жизни. И, ребят, я считаю, что всегда нужно быть благодарным человеку, который вам открыл путь к чему-то новому, показал дорогу и научил шагать. Вот это самое главное. Смотрите, любые вопросы можно решать. И чем больше вы закрыли своих задач, порешали, тем больше вы можете помогать другим людям. А разве некому помогать? Посмотрите, сколько вокруг детских домов, бездомных собак, да, элементарно. Сколько вокруг людей, которым нужна помощь, и мы это можем делать при условии, что у нас есть что дать. А если у самих попа голая, то и давать нечего. Немножечко про сетевой маркетинг. В двух словах. Ребят, смотрите, многие люди, когда я с ними начинаю разговаривать, они говорят, ой, да у меня уже все в сетевой маркетинге, у меня уже все в какой-то компании, вот все мои друзья где-то да есть. У кого есть такое впечатление, что уже эта ниша занята? Вот честно, поднимите руку, у кого есть такое впечатление. Я вам сейчас просто покажу один слайд с директорской встречи, и вы сами увидите цифры. Да, Валентин, я помню, это меня очень вдохновило. Я сейчас перевожу на экран. Вот смотрите, развитие индустрии прямых продаж. Это не про Oriflame, это вообще просто про весь маркетинг, про все прямые продажи. Посмотрите, топ-10 мировых рынков. США занимает 18%, но кто помнит, тот знает, что именно в США зародилась эта индустрия прямых продаж. Китай у нас занимает 15%, Япония 10%, Корея 8%, посмотрите, Бразилия 8%. Где Россия? Ребята, в России всего 2% населения. 2% населения всего лишь в сетевом маркетинге, в индустрии прямых продаж. Как вам такая информация? Вот честно, просто вы можете себе представить, что это реальная статистика, насколько прямые продажи проникли в нашу жизнь. И когда мне говорят, что у меня все уже где-то, ребят, я вам не верю. Потому что у меня огромное окружение, но среди них может быть несколько человек в какой-то компании зарегистрированы. Но строят бизнес единицы. Они могут быть зарегистрированы, как в принципе многие люди, регистрируются в разных компаниях, чтобы иметь скидку. Потому что все уже становятся грамотнее. И люди понимают, что в магазине нарваться на подделку можно легко. В сетевом маркетинге зачастую, если фирма хорошая зарекомендовала себя уже много лет на рынке, в ней просто априори не может быть плохой продукции. Понимаете? Потому что эту продукцию не рекламируют. Мы ее передаем, информацию о продукции, только от сердца к сердцу. Как она может быть плохой? Потому что если бы в сетевом маркетинге была плохая продукция, кто бы ее брал? Вот представьте, я бы взяла крем, намазала, а у меня бы морщины остались на месте. Разве я бы кому-то порекомендовала? Да никогда в жизни. Второй страх у людей стоит перед продажами. Самый главный вопрос. Я не смогу набирать личный товарооборот. В любой сетевой компании стоит план. Обязательно. В какой-то больше, в какой-то меньше. Я не знаю, в какой компании какой план. Я только знаю про несколько компаний. Например, сейчас скажу, недавно просто разговаривали. Хорошая есть компания, это Тианде. Слышали наверняка. У них план, по-моему, 15 тысяч. В Амве 15 тысяч. То есть в месяц нужно столько реализовать продукции или скушать самому. Смотрите, самый главный момент, когда вы... Сейчас вот листик бы взять какой-нибудь, чтобы я вам писала. Я всегда говорю про масштабность мышления. Сейчас, секунду. Ах, не получается достать. Ну ладно, вот так вот возьму папку. Возьму листочек. Погодите секундочку. Нет, тут все есть под рукой. Так, черновичок возьму. Видно, да, меня? Смотрите, когда вы говорите, я хочу стать богатой. Да, я хочу стать богатой и успешной. Что вы делаете в эту же минуту? Вам показывают план. Ребят, хотите стать богатыми и успешными, нужно делать три вещи. Первое, организовывать личный товарооборот. Второе, обучаться, чтобы мозги стали грамотные, да, чтобы мышление было правильно. Третье, что нужно делать, это научиться приглашать людей, то есть передавать информацию без искажений. Потому что если вы что-то от себя, тему какую-то придумываете и людям лапшу на уши вешаете, то это в конце концов скроется. И первое, вы заработаете себе негативную репутацию, да, как человек, который привирает, да, преувеличивает значительно. Второе, люди просто не будут вас никому, рекомендовать. И вот когда я говорю о масштабности мышления, я всегда, когда передо мной стоит какая-то задача, например, нужно наполнить, ну, например, сделать заказ личный, товарооборот 150 баллов, денег нет. То есть я когда пришла в сетевой маркетинг, вот конкретно в компанию Reflame, мой первый заказ был из двух продуктов. Это интимный гель и помада. Самая дешевая помада и дешевый интимный гель я взяла попробовать, что это такое, потому что это показательно. Помада всегда показатель. Если она хорошая, значит, уже можно все остальное пробовать. И вот когда мы говорим о масштабности, то я рисую вот цель. Вот моя цель 150 баллов. Я вам вот так буду писать, надеюсь, вам понятно. Цель 150 баллов, да, если говорим про компанию Reflame, если про другую какую-то компанию, ребят, неважно. Вы здесь ставите свою цель, которая вам нужна. Правильно? Здесь рисуете себе, откуда первый источник, первый я. Пишите я. Сколько я возьму себе? Вот сколько вы берете и считаете, сколько в месяц вы тратите денег, относите их в рубль бум, магнит косметик, или еще в какие-то магазины. Сколько у вас в месяц идет расход? Я вам рекомендую сделать один эксперимент. Берете табличку, рисуете. Зачем? Не, не надо, ты меня будешь отвлекать. Миша, Миша хотел мне помогать. Смотрите. Первое. Берете лист, расчерчиваете его на три части. Пишите в первой части, переписываете все-все-все продукты, которые у вас есть дома. Все, вот начиная с зубной пасты, мыла, гель для душа, там, вот все, что вы, шампуни, кондиционеры, для ресниц, для бровей, для губ, для мужа, для ребенка, для мамы, для папы. Вы проходите по своей квартире, заходите в ванну, и переписываете все, что у вас есть. Это первый столбец. Второй столбец, вы пишете, за сколько вы это купили. Понятно, а, четыре столбца. Сколько вы купили, например, купили мыло за 20 рублей, пишите 20 рублей. Шампунь купили за 100, пишите 100. Купили помаду за 200, пишите 200. Пудру там за 300, пишите 300. Все цены переписали. В следующем столбике вы пишите, на сколько вам хватает этого. Например, мыло хватает на неделю, пишите. Одна неделя, то есть в месяц вам нужно 4 куска мыла. Но если семья большая, руки все моют целыми днями, может быть у вас меньше. Шампунь. Взяли шампунь, смотрите, хватает на 2 месяца. Потом вы вот эти, в четвертой графе, вы делите вот эту цену, например, 100 рублей, хватает на 2 месяца. Значит, на месяц, в четвертом вы пишите, сколько расход в месяц. Например, взяли духи, за 1000 хватает на полгода. Значит, в месяц уходит сколько? Там 100 с небольшим рублей. Правильно? И посчитайте вот эту последнюю графу, сколько в месяц вы тратите на себя, на то, чтобы свою оболочку содержать в порядке. Договорились? Вот сделайте это, а потом мне в личку напишите. Мне просто интересно, какие у вас цифры получатся. Потому что у меня на встрече была девушка одна, и она мне сказала, я вообще ничем не пользуюсь. У меня, я покупаю, говорит, все самое дешевое, потому что у меня нет денег, у меня нет возможности, я ничем не крашусь, ничем. Я только моюсь и немножко там бывает, мне тушь на год хватает, пудры на год и губы я крашу. Больше, говорит, я ничего с собой не делаю. Я говорю, давай посчитаем. Сели, посчитали, 800 рублей вышло. Она офигела. Она говорит, как так? Я говорю, ну вот это же ты писала, это твои цены, твои продукты. Она говорит, ну все, да, я говорю, так получается, ты только ты на себя минимум тратишь 800 рублей. Вот, то есть это первое, я. Второе, вы рисуете себе вот эту вот карту, второй кружочек, пишите, семья, семья близкие, мы пишем, семья. Логично? У кого нет семьи, ребят, есть такие люди, но нет семьи, значит не пишите. Но у кого есть семья, ребят, ваша задача к ним обратиться, сказать, что вы сейчас открыли свой интернет-магазин и просите их помощи, чтобы они не в рубль бум ходили за покупками, а внимательно полистали ваш каталог, ваш интернет-каталог, да, онлайн-каталог. Следующее, рисуйте, кто у вас в окружении, коллеги, кто работает, у кого есть коллеги, пишут, коллеги, на работу принесли каталог, положили и молчите. Просто лежит. Кто-то подойдет, спросит, что за каталог, даже если вы боитесь, кому-то предложите или стесняетесь, просто кладете и говорите, ничего не говорите. Вот тут подойдет, спросит, это что, хочешь, на полистай, может тебе тоже что-то нужно, я хочу сделать для себя заказ, с удовольствием, там, и тебе помогу. Все, коллеги, у кого нет коллег, ребят, кто у вас есть рядом, мамочки в декрете есть, с колясочками ходите гулять, положите в коляску три каталога, положите три каталога, придите, встретите мамочку такую же с коляской, я называю одноколясочники, да, вместе детей катаем, однопесочники, одногоршочники и так далее. То есть, ребят, всех нас окружают люди, и если вы говорите, я хочу бизнес, я хочу доход, я хочу путешествовать, квартиры, я хочу улучшать все, подниматься с колен, да, я хочу, чтобы мои дети были счастливы, жили в достатке, и при этом, да, ваша задача просто включить мозги, если вы правда этого хотите, то просто включайте мозги и развивайте свое предпринимательское мышление, или заполняйте все кружочки, соседи, сфера услуг, то есть, куда вы ходите, где вы продукты покупаете, зубы лечите, набойки на сапоги прибиваете, где вы бываете, вспоминайте, все места вы себе рисуете, вот такой маршрут, вот, у вас должно быть заполнено хотя бы два-три кружочка, это я называю карта видения, да, вы нарисовали кружочки, и почитайте книгу, шикарная книга, мне она очень нравится, подсознание может все, автор Джон Кеха, это первая книга, которая на меня произвела просто сногсшибательное впечатление, я ее перечитывала несколько раз уже в своей жизни, потому что, ну, что-то забывается, замыливается, там какие-то мысли, впечатления, поэтому возьмите эту книгу, она в доступе есть, в открытом интернете, ее можно скачать, и почитайте, и сонастройтесь, чтобы ваша внутренняя настройка и ваши желания, они совпали, да, сделайте сонастройку, создайте намерение, и после этого только идите, предлагайте людям каталоги, но первое, помните, первое, что мы написали, я, я, вот если вы, вот этот вопрос решите, если вы для себя выберете эту компанию, в которой вы находитесь, если вам нравится продукция, если вы видите реальный результат, значит, с этим вот настроем вам нужно идти к людям, если продукция не нравится, бегите из этой компании, да, выберите ту компанию, от которой вас будет просто таращить, от которой вас будет переть, как меня, потому что я в Reflame пришла беременная, и это было уже 18 лет, 19 лет уже, 6 марта будет ровно 19 лет, как я зарегистрировалась в компанию Reflame, потому что я искала натуральную, шведскую, вот эту натуральную продукцию, оказалось, это Reflame, самый высокий процент натуральности, и, ребят, самый важный вопрос, на который вы себе честно должны ответить, вот кто в сетевом маркетинге, вы всегда себя должны спрашивать, буду ли я пользоваться продукцией этой компании, если мне перестанут выплачивать бонусы, и делать скидки, например, компания вам скажет, ребята, простите, пардоньте, пердоньте, но мы больше вам выплачивать ничего не будем, и вот честно скажите, будете ли вы дальше пользоваться этой продукцией, я вам могу сказать на миллион процентов, что даже если Reflame уйдет с российского рынка, я просто перееду в ту страну, где есть Reflame, я просто перееду жить в ту страну, где есть Reflame, потому что вот когда, по-моему, года два назад ввели эти санкции жестокие, помните такой момент? Кто помнит? Санкции, когда запретили ввоз многих продуктов, там просто вообще что-то произошло, нам перекрыли на какое-то время wellness, да, не пускали, а у нас осталась одна пачка витамина, я говорю, Миша, как, как я буду жить? Я лежала у себя тут на диване, рыдала, я просто, я очень редко плачу, очень редко, меня вот чтобы довести до слез, это либо фильм какой-то душщипательный нужно, да, я тогда могу расслабиться, но я настолько всегда позитивно ко всему отношусь, меня до слез довести вообще нереально, я рыдала, просто рыдала, говорю, Миша, что мы будем делать? Он такой, ну, что-нибудь придумаем, я говорю, Миша, я ничего не хочу придумывать, я говорю, давай переезжать, давай смотреть, мониторить, куда мы можем переехать жить, то есть, понимаете, вот до такой степени у меня приверженность компании, потому что есть очень крутые результаты, по внешности, по здоровью девочки, мальчики, если вы хотите продлить свою молодость, красоту, вот эту вот энергетику свою внутреннюю, очень важно помнить о том, чем вы пользуетесь, чем вы кормите свое тело, чего вы на него наносите, чем мажетесь, чем краситесь и так далее, потому что это очень важно, и мой выбор, конечно же, за Арифлейм, 100% выбор, без каких-то долей, каких-то микросекунд, сомнений, их вообще нету, просто нету, вот если у вас настолько внутренне есть уверенность, то, ребята, все получится, не хватает своей уверенности, ходите, качайтесь, качайтесь к лидерам, заходите на прямые эфиры, ездите на встречи, которые проходят такие горячие, оффлайн, где можно прийти, потрогать лидеров, поговорить с ними, увидеть, что они живые, реальные, не мифические какие-то люди и так далее, вот, следующее, о чем я с вами хотела поговорить, кстати, о продукции, о продукции, фишка компании Арифлейм, это бренд новейдж, это бренд новейдж, кто слышал про это, почему многие люди сейчас, да, особенно женщины, для женщин, сейчас важно не просто купить красивую баночку, для женщин важно не просто купить брендовую продукцию, согласитесь, да, сейчас женщины думают о чем, они хотят купить баночку научных изысканий, ребята, баночку научных изысканий, и никак не иначе, женщины хотят, чтобы они взяли баночку, нанесли на кожу, и у них реально был результат, как у меня, ребят, мне 17 мая, запишите себе, чтобы не забыть меня поздравить, мне будет 44 года, 44, смотрите на мое лицо, ни одного, сейчас свет прям направлю, ни один еще, как говорится, косметолог, врач, и кто-то там, ни один укол не касался моего лица, только Арифлейм, Wellness, Novage, вот результат, вот он, если вам в 44 года дают 30 лет, я считаю, что это круто, потому что ни одна инъекция, ни один укол, даже операция не даст такого результата, чтобы это было естественно, красиво, и кайфово, согласны? Есть вопросы, ребят, хочу с вами еще одну тему поднять, сейчас посмотрю по времени, где у нас, часы, дайте мне часы, 23 минуты, уже достаточно долго, есть вопросы, пишите, пишите, сейчас найду еще одну штуку, вам хотела показать, что-то не нахожу, ну давайте так, на слух, вопросов не вижу, хорошо, ребят, по поводу сомнений, хотела проговорить с вами еще этот момент, потому что сомнения, они как ржавчина, они как, о, спасибо, Валентин, но мне многие не дают даже и 30, а бывает, иногда мне, кто-то думает, что мне 25, когда я в шортиках, в маечке, с косичками, там еду на велике, или на самокате, да, думают, что девочка какая-то мимо проехала, как бы, да, это очень прикольно, очень, так вот смотрите, сомнения, как ржавчина, они разъедают, да, вспомните ржавчину, или этот, грибок, да, он потихоньку, потихоньку, он все разъедает, вот сомнения, это та же самая ржавчина, если вы хотите погубить свой бизнес на корню, то слушайте, слушайте всех, кто говорит, что сетевой, это пирамида, это развод, это вас там ограбят, слушайте их, и у вас ничего не получится, если же вы человек целеустремленный, то я вам рекомендую, прежде чем вы пойдете всем рассказывать, что вы в сетевом, вы сначала изучите, как минимум прочитайте книгу, 10 уроков на салфетках, это великая книга, мировой бестселлер, 10 уроков на салфетках, запишите себе, и еще одна книга, бизнес трафарет, это написал наш российский автор, прямо специально про Арифлейм, почитайте эти книги, потому что если вы позволите людям, каким-то со стороны, разрушить вашу уверенность, которая еще в начале пути, такая хрупкая, такая маленькая, такая нестабильная, то у вас ничего не получится, и вы будете периодически возвращаться в сетевой, знаете, как это, как американские горки, вот так вот, вы только вышли на горы, такие, вау, супер, я хочу, у меня получится, вам люди вселили веру, и вы вроде бы начинаете, да, потихоньку карабкаться, и тут кто-то вам, раз, хватит, куда это ты собрался, давай с нами, вы через некоторое время опять встречаетесь с лидерами, с сетевиками, видите, что у них все меняется, все круто, вы опять раз думаете, не-не-не, я все-таки попробую, только вы на горку, а окружение вас, вух, с горки, и вы так будете вот кататься и кататься, туда-сюда, туда-сюда, если же вы хотите только вверх, пусть медленно, но вверх, потихонечку двигаться, то слушайте себя, слушайте себя, и слушайте тех, у кого есть результаты, найдите себе кумира, кумира, человеку, который похож на вас, который вас вдохновляет, который может быть, например, вы бухгалтер, и она бухгалтер, вы врач, и она врач, или он врач, и у них есть результаты в сетевом, то есть вы понимаете, что эти люди с той же стартовой площадки, как и вы, то есть они точно такие же были совсем недавно, а с сетевом маркетинге, они изменились, они поднялись на несколько ступеней выше, и вот за ними и тянитесь, потому что окружение может на вас влиять не потому, что они как бы хотят вам навредить, нет, зачастую окружение говорит, что не лезь, не ходи, там обманут, там все такое, там плохое, только потому, что они за вас переживают, ребят, а вы, ну как бы, пока не можете им показать свои результаты, потому что их просто нет в начале пути, чтобы получился результат в любом бизнесе, нужно продолжать, нужно просто продолжать, даже когда не получается, да, Валентин, как залог успеха это продолжать, даже если ты упал, больно стукнулся, встань и иди дальше, так действуют детки, мы учимся у маленьких детей, поэтому, ребят, три, да, правила, выберите себе крутую компанию, которую вы полюбите, которую вы готовы отдать свою жизнь, и полюбите продукцию, даже если вам не будут выплачивать бонусы, создайте свое масштабное видение, масштабное видение, мы сегодня проговорили про то, как организовать товарооборот личный, даже если у вас нет ни копейки, вы можете себе позволить, только, например, кусок мыла купить, все равно можно организовать товарооборот, создайте масштабное видение на любую сферу вашей жизни, на карьерный рост, на семью, на свое собственное развитие, то есть напишите свою карту, как вы это видите, масштабируйтесь всегда, заглядывайте за пределы привычного, выходите из зоны комфорта, и третье, это отслеживайте, только начинается крупинка сомнения, как ржавчина, пытаться залезть в вас, в ваши мозги, и все испортить, тут же отсекайте, отвалится ненужное окружение, которое тянет вас вниз, почему? У вас, когда вы будете заняты, заниматься саморазвитием, обучаться, пробовать, экспериментировать, набираться опыта, набивать свои шишки, у вас просто не будет хватать времени на то, чтобы слушать то ненужное окружение, у вас не будет времени с ними встречаться, и поэтому оно перестанет на вас влиять, а может быть, некоторые из них присмотрятся и тоже перевернут медаль на другую сторону, и посмотрят, что сетевой маркетинг это круто, это на самом деле возможность для них. Вот, я вас благодарю за внимание, да, сегодня, кстати, делаю сейчас промоушен, и в чате, в чатах везде раскидаю приглашение, Виолетта Цыганкова, она сейчас у нас здесь в чате, сегодня в 19 часов по Москве со своего аккаунта проведет семинар, прямой эфир, и расскажет, на каком крутом мероприятии она вчера побывала, и она поделится своими впечатлениями, потому что Виолетта тоже достаточно молодой, свежий участник нашей команды, мамочка двоих деток, сидит в декрете с маленькой Олечкой, и при этом уже начала развивать свой бизнес через интернет, Виолетта, ты просто молочина, да, общайтесь всегда со своими спонсорами, с вышестоящими, у кого есть результат, и тот человек, который все время идет вверх, даже медленно, но идет. Ребят, всем продуктивной недели, желаю вам супер-супер позитивного настроения, и классных вам партнеров в команду, подобное притягивает подобное, поэтому отслеживайте свое состояние.